Хочется на две секундочки буквально вклиниться, потому что мне хочется как бы озвучить. Те, кто изучает мои ролики уже не один месяц, скоро будет год, как я вышел в медийное пространство, это уже все давно известно. Вот эта беседа, это беседа века, скажем так. Для слушателей и зрителей, которые нас сейчас смотрят в онлайне и кто посмотрит записи, это очень важно, очень важно. Хорошо, Слава, тогда позвольте мне сейчас включу демонстрацию экрана. Хочу сделать такую сразу предысторию немножко. Я отлично помню слова Юрия Степановича, который всегда говорит, причем вот он всегда говорит, проверяйте то, что вам говорят. Проверяйте. Помню. Абсолютно. Ой, Юрий Степанович с нами. Юрий Степанович, добрый день, извините, что вас побеспокоили. Вот. Ненадолго. Да, да, спасибо. А тут такая специфическая тема, это как бы, это Вячеслав Котляров, город Харьков. То я вообще, как бы, предварительно всегда стараюсь это, написать сообщение, то есть, будет ли вам удобно. А вот в прошлый раз и в этот раз, как бы, вас приглашал Александр Толстых. Есть такой канал, Институт Б, вот. А это в данном случае, это канал Котляров УФМ. И я даже не знаю, здесь такой формат, люди это на полном серьезе обсуждают, земля или плоская, или шарообразная. Ну, я, допустим, определенную модель озвучил, вот. И, как бы, просто наблюдаю со стороны этих моментов, я думаю, что вам эта тема, наверное, не понравится, что люди тут на полном серьезе решают. Для меня тема о плоской земле вообще, ну, как минимум, как минимум ненормальная. Да, да, да. Я вас поддерживаю. Я даже не знаю, обсуждать не хочу, я сам занимался этими проблемами еще в молодости. А что же она из себя представляет? Сидиация, блин, вообще отсюда. Не могу поправиться, дети, да. Ну, самое главное, да. Что, земля, шаро? А уж у кого плоское, ну, что делать? Вот я часто говорю, плоское мышление, ну, ничего не сделаешь. Такое оно у вас есть. Ну, а как вы смотрите на то, что шар, получается, грубо говоря, садит в темницу ваш разум, в тюрьму? Ну, как вот по рассказам есть, я не помню, с какого это рассказа, что, типа, вы можете меня посадить в тюрьму, там, делать со мной что угодно, а вот, типа, мысли мои, вы не сможете в тюрьму посадить. Вот могут, садят их в шарик, и все. И ты, получается, на этом шарике никуда убежать. Вы что-то не поняли тогда в моих лекциях. Я об этом не говорю. Я не смотрел в вашу лекцию. Я об этом не говорю. Вот говорят, Юрий Степанович, ты на своем канале опубликуй, как сделал генератор, этот, стрибы электрический. Я говорю, он у меня опубликован. Он у меня сделан, он у меня работает, но для технологии порошковой окраски. Порошковой. И вырабатывает тот, который ему нужен. Если кто-то хочет сделать, вот прототип у него есть, осталось только одно. Сделать его промышленным. И вопрос заключается в том, что я это дело все запатентовал. И за рубежом, и во Франции, в Германии, в Швейцарии, в Японии, в Венгрии. Поэтому его уже, ну как вам сказать, эти пусы закрыть нельзя. Сейчас я еще патентую несколько таких серьезных патентов. Если мой генератор у воздушной, то я сейчас уже сделал генератор же косной. Но дело в том, что если плоские мозги, уж вы меня извините, они не въезжают в эту проблему. Они не могут въехать, потому что все построено на шарах. Из-за ряда обменя. Все вещества есть электровещества. Можно говорить об эфире, можно говорить о теплороде и чем угодно. Оно не работает. Везде и всем известно. Но когда им впендюрили определения другие, электроны, протоны, ну тогда все. Там выхода нет. Там только состав бригады. Извините, пожалуйста, тех вопрос. Александр, еще кто-то? Если не говорите, выключайте, пожалуйста, микрофон. Сейчас вот Юрий Степанович, я добавил замечательного исследователя Юрия Тимовского. Юр, если ты с нами, вот замечательная возможность это побеседовать лично с нашим замечательным ученым, гением нашей соты. Нет, я исследователь. Если это замечательный, прошу прощения. Юр, ты тут с нами? Да, привет всем. Да, всем привет. Я к участникам, будьте добры, вот Иван, Александр, Рафис и Галина. Не перебивайте, пожалуйста, вот просто Юрий Тимовский и Юрий Степанович. О, кстати, загадаю желание, Юра, Юра, я даю исполнится. Создать компьютерную игру с этого земля. Все, передаю слово Юрию, все, пожалуйста. Здравствуйте всем, здравствуйте, Юрий Степанович. Давно хотел познакомиться с вами, поговорить. У меня вот такой вопрос интересный, да, как бы вы, я вот смотрел очень много ваших лекций, очень вас уважаю, в частности касается русского счета, это очень как бы правильная вещь, действительно, как бы математика вся абстрактная, а русский счет, действительно, он считает настоящие предметы. Не числа, не виртуальные, а предметы, поэтому я с вами тут солидарен 100%. Помимо этого, у меня вот такой вот почему-то сложился вопрос, что вот вы категорически отказываетесь верить, что земля имеет немножко другую форму, чем нам говорит официальная версия. То есть, я понимаю. Нет, немножко другую. Это называется чуть-чуть беременной. Нет, нет, нет. Говорим о земле-шароиде, и я всем это объясняю. Земля, твердая часть, его шароид. Когда мы наполняем водой, морями, океанами, то она уже приближается к шару. А вот когда она уже с атмосферой, то она обязательно шар. То есть, мы когда говорим о земле, то как о планете, то это шар. Если мы говорим только о твердой части, ну, там, конечно, там и впадины, и горы. Конечно, это очевидно, что это не шар. А если мы говорим о планете Земля, там совсем другое. Планета Земля, все впадины заполняет водой, и мы называем это уровнем моря. То есть, уровень моря, он везде один и так далее. Это заполнен, то есть, это уже планета. Но дело все в том, что вокруг этого есть еще электрическое поле в виде газов. Электрическое поле еще менее плотное, чем газы. Ну, все это называют озоновым, а на самом деле это всероды. Они обязательно сферические. И другого быть просто не может, потому что тогда система не работоспособна. Вообще, плоская система не работоспособна, даже более как говорят, ну, это изобретатели говорят, не работоспособна. А здесь не жизнеспособна. Потому что газы занимают все объемы. Жидкость принимает форму, в которую их заливают. А газы не ограничены ничем. Если они в ограниченном объеме, то они его заполняют полностью. А почему тогда тоже вопрос такой вставал. Почему в космос не влетают? Не понял, почему. Вот как вот теннис. Нет, вот человек говорит, что Земля наша круглая, наш шар. Приводят вот теннисный мячик в виде картинки. Да, и он крутится, с него вода разлетается. Обратный эффект получается? Ничего подобного. Когда Земля крутится, она вместе с атмосферой крутится. Если вы не делали такой опыт, я вам его покажу сейчас. Извините, еще раз секундочку. Я вас перебью до опыта, чтобы вы его могли скорректировать на случай. Я уже понял, не надо. Нет, нет. У меня свой опыт личный, как вот приводят. А давайте тогда. Муха едет в машине, да? Машина, то есть муха едет со скоростью, грубо говоря, 100 км в час. Но я вот заметил такой вопрос, кстати, вот после вот этих вот лекций, всей плоской земли, начал слушать. Я ездил вот в маршрутке недавно далеко, ну как далеко, 200 км. Вы говорите об эксперименте. Да, вот эксперимент. Поворот. И в маршрутке полностью атмосфера меняется. То есть я слышу, что у водил и там печка включена на всю, потому что теплый поток воздуха пошел по салону. А до этого, пока мы ехали по прямой, ну, атмосфера стационарная была, ничего, никакого теплого воздуха нигде не наблюдалось. Как только поворот, опять новые запахи, и опять тепло откуда-то идет. То есть она перекручивается. Во время вращения в салоне меняется воздух. Нет, обратитесь, вы обратитесь к водителю, чтобы у него была печка исправ. И все проблемы с ним. Извините, пожалуйста. Александр, я вот просто попросил. Вот Юрий Степанович и Юрий Тимовский, будь добр. Это вот, пожалуйста, вот такой момент. Мне надо, очень важно передать Юрию Тимовскому слово, потому что Юру это, видишь, надо было не с формы земли заходить, а с тех замечательных вопросов, которые тебе известны. Александр, Рафис и Иван, не перебивайте, пожалуйста, прошу вас. Надо именно вот эта беседа, это беседа века, скажем так. Для слушателей и зрителей, которые нас сейчас смотрят в онлайне, и кто посмотрит записи, это очень важно, очень важно. Юр, пожалуйста. Хорошо, Слава, тогда позвольте мне сейчас, тогда включу демонстрацию экрана. Хочу сделать такую сразу предысторию немножко. Я отлично помню слова Юрия Степановича, который всегда говорит, причем вот он всегда говорит, проверяйте то, что вам говорят, проверяйте. Помните, абсолютно точно. Теперь я хочу кое-что тогда Юрию Степановичу немножко показать. Чтобы трансляция пошла, видно на экране? Я не могу пока ничего. Вот сейчас принять надо. Сейчас приму, и тогда, возможно, она пойдет. Так. Радиорелейная связь. Да, да, да. Вот теперь я хочу кое-что о чем-то говорить. Трансляция радиосигнала. Радиорелейная связь осуществляется, как правило, между стационарными объектами. Исторично. Радиорелейная связь между станциями с использованием цепочки ретерационных станций, которые могли бы быть как активными, так и пассивными. Отличительное отловество сейчас радиорелейной связи от всех других видов наземной рельсы является использование узконаправленных антенн, а также дециметровых, сантиметровых, миллиметровых радиоволок. В чем вопрос? Ну вот, смотрите. Я как бы сейчас сделаю небольшой мини-докладик просто, а потом как бы будет вопрос. Хорошо, Юрий Степанович? Ну, давай. То есть, сейчас я беру пример, простую банальную вещь, как радиорелейную связь, которую можно найти в любом учебнике по связи. Радиорелейная связь обеспечивается узконаправленными антеннами. Вот так вот они выглядят, эти радиорелейные антенны, которые устанавливаются строго перпендикулярно Земле под 90 градусов. То есть, они устанавливаются всегда именно так. В связи с тобой. Понятно мне это. Да, антенны эти узконаправленные, то есть, они направляются только между видимыми объектами. Обеспечивается это вот так. То есть, существует система вышек. Все, все, знаю. Дальше идем, это я знаю. Дальше идем. Вот, теперь я что расскажу. Расстояние между вышками 50 километров. Нормально. А вышки высотой около 50 метров. Нормально. Антенны узконаправленные, направляются они точно на другую антенну. То есть, эти антенны должны быть направлены точно. На рисунке тут показано, как это происходит. Но... Падение, да. Да. Но если мы берем геодезический калькулятор и выставляем высоту 50 метров и расстояние до цели 50 километров, то спад высоты у нас получается 48 метров. Это невозможно. Вот такое вот действие в прямой видимости обеспечение радиорелейной связи невозможно по официальной версии. Сразу ошибка. Вы думаете, что как только вы выпустили со своей радиоточки, она только идет вот поэтому, она идет расширяющаяся, уважаемый коллега. И касается до Земли. Только основной поток, который вы принимаете, он идет равноверно и до Земли, и доверку, на такое же приблизительное расстояние. Степан, сейчас недавно показал... Это ведь прямолинейно. Любая электрическая волна в процессе расширяется. Я разговаривал по этому, прежде чем вот это сказать со связистами. Но это ваш прав. Антенны узконаправленные. То есть они... Не путайте. Смотрите. Узконаправленная не значит, что она узкая в потоке. Вот в чем проблема. А ваш радист ничего не понимает в электричестве. Дело все в том, что есть простой пример, еще более точный, лазер. Лазер вообще выпускают очень тоненько. Но уже через 2 километра у него радиус этого канала увеличивается в десяток раз. А еще через километр, еще в 10 раз. Просто вы не знаете способность электрического поля распространяться в этом перпендикулярно направлению. То же самое, когда все называют магнитным полем, это никакое не магнитное поле, а электрическое, которое распространяется от проводника вертикально. Вот один, где мы проталкиваем. А сюда идут вертикальные электрические заряды. Они сопровождают. И вот классический пример на катушке. Когда прямая катушка идет, у вас все нормально, а стоит вам только противоход дать, они расходятся. Почему? А потому что за пределами твердой части существует еще электрическое поле, меньшей плотности, которое, встречаясь, расталкивается. Тот же эффект и у вас. Ну хорошо, тогда это не работает со связью, потому что антенны, когда мы направляем точно на источник, иначе мы не поймаем сигнал. Если бы сигнал распространялся на конус, на расширение, то, в принципе, было бы неважно, куда направлять антенну, чтобы поймать сигнал. Нет, не путайте. У вас прием узкий, только у вас он не принимает полностью. Это очень просто. То есть у вас рассеивание идет, но вот почему вы на прямой связи действуете. Потому что на прямой связи у вас какой-то процент этих сигналов доходит и попадает в вашу ловушку. Там стоят усилители, эти усилители по-новому его транслируют. Без усилителей вы 2-3 передачи сделаете, и все, он у вас загнется. Ну, надо повнимательнее смотреть эти вопросы. Ну, хорошо тогда. Тогда такой вот вопрос. Я разговаривал со многими моряками, которые мне утверждают, что в хорошую оптику они видят маяки до 500 километров. Они могут говорить все, что хочешь. А я предлагаю тебе не оперировать тем, что они говорят, потому что есть такая поговорочка хорошая. Пусть говорят. Одна гражданка сказала, агентство ОГС. Вот поэтому, если бы ты это сам все сделал и показал бы свои замеры, зафиксировал их, был бы предмет для обсуждения. А так его даже нет. Юрий Степанович, очень-очень много доказательств существует, в частности, это западные исследователи, которые Чикаго, Торонто, небоскребы, видны за 200-300 километров. Видны прекрасно в оптику с другого берега. Вы меня, извините, да? Я был в том месте, где видимость прямая, вот так вот, земли и 100 километров. Это тундра. И когда я уходил в тундру километров на 30, я поднимался на вышечку, тоже метров 20, ну, эту горочку там, и смотрел видео, и смотрю по сторонам, куда я иду. О, вон мой домик. И чешу. Поднимаюсь на следующую вытушку, и чешу. Она все приближается и приближается. Вопрос видимости, это совсем другой вопрос. Нет, ну, мы же сейчас можем опять включить, тогда рассчитать прям в прямом эфире, 100 километров, спад высоты 700 метров за горизонт уходит. На 700 метров вниз уходит за горизонт. Это невозможно. Ну, вот видите. А вы не знаете, что все преломляется. Вы абсолютно забыли, что воздушная среда изгибается по плотной структуре, вокруг плотной. Я понимаю. Также в ней параллельно все передает. Ну, Юрий Степан, это как раз-таки, это как раз-таки то, что преломляется. Вы хотите сказать, что вы все насквозь видите иголкой, а я всем говорю, нет прямых, нету. Нет, нет. Вот как раз-таки искривление пространства и оптики, вот это жидовская дурь, если честно. Нет. Вот когда мы говорим о пространстве, то мы путаем две вещи. Пространство, оно вообще никакое. Оно и прямое, и кривое, и загнутое. Вопрос, чем мы меряем? Вот где проблема-то. Если вы меряете то, что вы называете прямым этим, как его, лучом, то я вам еще раз говорю, вы прямым лучом не меряете. Потому что для этого вы и поставили ретрансляторы. Если бы вы мерили прямым лучом и видели за 700 километров, ну, на кой вам лят эти ретрансляторы? Ну, вы понимаете, вы сами себя опровергаете. Нет, как раз-таки дело в том, что просто мощность антенны не позволяет отопить сигнал далеко. Поэтому стоят промежуточные Почему он не распространяется? Потому что не хватает мощности всей антенны. Вот смотрите. Потому что падает пропускная способность. Мощности хватает. Вот. Вот в этом вся и разница. Не хватает мощности. Я же вам об этом и сказал. Вы должны мощность усиливать. И заодно вы условно выравниваете то, что вы хотите. Попробуйте. Поставьте на другом расстоянии. И куда у вас улетит? Улетит куда хочешь. И вот я вам рассказываю пример в школе, как мне... Нет, не в школе, а в университете на лекции МГУ. Был один. И начал мне рассказывать про прямую доску. Это прямую линию. Я говорю, скажите, пожалуйста, у вас лекция сегодня заключается, что линия прямая, непрерывно. Не могу я с этим согласиться. Вот беру льмел, мы около доски стоим, и веду. Вот, говорю, прямая линия, условно, мои там трястущиеся руки или наоборот, здоровые, подвожу, говорю, вот прямая линия на доске закончилась, подчеркиваю, на плоскости. На плоскости. Я ее провожу. Он говорит, а ты продолжай дальше. Я говорю, стоп, стенку подвинь. Или давай эту, доску к стене поставим. Иду по стенку, упираю стенку. И говорю, кончилась прямая линия. А он говорит, а ты ее представь себе. Я говорю, приехали. Я что, сумасшедший? Я должен представлять, что ты дурак, а я тоже таким должен стать. Нету там никаких прямых. В пространстве ничего этого нету. Вопрос заключается в том, что мы считаем прямыми. Вот и все. А поэтому никаких проблем-то в этом нету. Почему впадину? Вы меряете тоже по вертикали. И никаких вопросов не возникает, что там углубление. опять теми же радиолокационными делами. Хочется на две секундочки буквально обклиниться, потому что мне хочется как бы озвучить. Ну, те, кто изучает мои ролики уже не один месяц, скоро будет год, как я вышел в мединое пространство, это уже все давно известно. Я в двух словах расскажу. Значит, для Юрия Степановича я скажу так. Сейчас я озвучу фантастику, которую я придумал. Я хочу вам ее озвучить. Буквально 10 секунд. Смотрите, наша планета в миллиарды раз больше. Она состоит из большого количества поясов, подобно слоеному пирогу. Слой земли, слой воды, слой земли, слой воды. На каждом поясе находится огромное количество сот по принципу пчелиного уля. В каждой соте находится яйцо. Значит, в этом яйце находится желток. И он на 80% допустим притоплен в море и на 20% выглядывает из воды. И вот на вот этой поверхности живут народы, которые переселяют. И в вымышленных древних славяно-арийских сказках очень много описано летописи страны Ариев и как Аннушка путешествовала по другим чертогам, потому что шестигранники наши предки называли чертоги. Они переселялись по другим ячейкам. Юрий Степанович, это вымысел наших предков или только не говорите откуда я это взял. Я это не придумал. Это все описано в книгах. Я понимаю, вы никогда не слышали такой хороший разговор о чернокнижье. Вот когда бы это были прямые книги, я бы с вами согласился на многое, но не на то, что вы сказали. Почему? Потому что яйцо это продукт биологический. То есть когда уже переходят из твердого состояния неподвижных электрических явлений и неспособных думать к живым объектам биологическим, к растениям, к животным, к людям. Здесь и заключается все. Никаких сотов планета Земля создать не может в принципе. Она создает то, что создается. Вопрос о том, что уровни воды и земли чередуются, ну не вызывает никаких сомнений, ничего нового в этом нет. Элементарно бурят землю, допустим, километра на три, и у них там разные, потом добираются до нефти и начинают ее сосать. Если бы сказали жидкость, ну еще было бы правильнее. Вот. Опять эти все проблемы тектонического характера, опять эти подземные глубинные впадины, которые сверху вроде не видны, потому что там нет моря, а они все равно существуют и где называют нефтехранилищами или златохранилищами. Вот. А когда мы говорим о море, то мы считаем, что вода залилась туда. Вопрос, а как они образовались-то? они образовались естественным образом. Естественным образом произошла конденсация паров кислорода и водорода и заполнили эту емкость. Ну, никаких чудес там нету. Ну, и вода. Вода, мы можем сказать, что на 8 километров вода есть, там ни одной прослойки земли нет. Ну, ваши, ваши, как говорится, не пляшут. Если вы говорите о земле, о твердой части, а вы говорите вообще о планете. Еще в двух словах. Нацисты отправили соседнюю ячейку за Антарктический круг и сделали там серьезную документацию. демонстрация экрана. Вот, смотрите, это было найдено в нацистских архивах. Ну, кто-то скажет, что на скриншоте изображен Николай Субботин. К сожалению, кто рядом стоит, я забыл фамилию этого исследователя. Ничего страшного. Вот он держит один кусок карты. Сейчас я вам детальнее покажу. На этом скриншоте мы с вами видим, что этой документации очень технической много. Здесь уже карту мы с вами можем ближе изучить, соседние ячейки, где немцы осваивали новую, так называемую, швабию. Вот здесь уже как бы детально показано. То есть здесь да, пожалуйста. Вот смотрите, вот вы сами себя во всем опровергаете. А почему у вас в сечении это круг? Ну, что вы вообще, о чем вы говорите тогда? В сечении круг разверните под 180 градусов, вы получите шар. Что голод морочить себе? Это очевидно. Вы сами себе противоречите и становитесь на мою сторону этими рисунками. Замечательно. Хотел предоставить еще кое-что по самолетам. В плане, я вам объясняю, в плане, если на плоскость проектируется круг, это шар. Ну, как поем, с точностью и неточностью все, все равно шар. Ну, вот, все, что вы, как и сказали, вот вид сверху, но это в плоскости, сейчас люди рисуют 3D-модели, вот наша сота рядом с... Это уже мы проходили, когда русы дали этим баранчикам из Греции и прочим шар. Они голову ломали и не могли разобраться в шаре. Тогда они вписали его в куб и описали его кубом. Почему? Потому что они бездали. И стали они тогда считать ребрами, гранями, плоскостями. Это третий день, который я разбил уже давно. Нету никаких ребер у шаров. Если вы хотите, не знаете, как считать шарами, это проблема вашей головы. Считать можно только шарами. А как только вам подсунули плоскости, ваши мозги уже могут мыслить только в плоском пространстве. Вот и все. Ну, вот природа сама создала. Возьмем подсолнух или давай. И чем он? Ну, все нормально соприкасается. То же самое. Опять. Видите в центре кружок? Да, да, пожалуйста, я слушаю. Вот. Что с чем прикасается-то? Это естественный процесс создания плодов по программе. О каких сотых мы говорим на земле? Кто там их рождает? Никто. если и у этого подсолнуха есть программа, это естественно. А у Земли такой программы нету соты строей. Вот, пожалуйста, уже извращают шар, и сегодня ученые пытаются доказать вот этот вот бозон, там графит или углерод, там 72 соты. Но нету ничего этого. когда вы говорите об углероде как об атоме отдельно, он шар, а когда вы говорите о их взаимодействии, естественно, они создают структуру, об этом я все время говорю. Это называется кристаллизация. Но первично создание из всеродов шаров, и вот почему я объясняю, системы химических элементов нас в школе дурачили. Нам говорили, если вы возьмете три шарика, то между ними обязательно будет дырочка. А вот если сложить соты или кубики, дырочек нету. Вот первый шаг к тому, чтобы вас оплоскатили. А я говорю, вот видите, а я в одну вписываю два шарика. И знаете, у меня ничего не нужно. И никаких ребер, и никаких кубов, они у меня работают как шары. И растет плотность, и изменяется объем, и изменяется радиус. Не нужно ничем ничего считать. Там одна единица изменения размера, а плотность каждого отдельного одинаковая. Ну вот на экране как выглядит наша гигантская планета из настоящего космоса. То есть в каждой ячейке находимся мы. Я еще раз вам говорю. Не мешайте, пусть он верит во что хочет. Вот кстати пыльца под микроскопом. Вот пожалуйста. Вы можете предполагать все что угодно. Это вольная вам воля. А когда вы покажете что хоть одну соту на земле, я с вами буду разговаривать. Это домыслы. Ну да, по поводу сот тут тяжело не согласиться, потому что проверить мы еще пока не можем. Конечно, вот я всем объясняю, вы не можете проверить, сидите до тех пор, пока не можете доказать. А вот самолет, вот когда экстренная посадка самолетов, на плоской карте получается, что они летают по прямой, вот на круглой карте, то, что нам предлагают. Об этом говорю. Вы не фиксируйте, а я на самолете много летал, я два года летал на самолетах, я в ВДВ служил. Указать там этот процесс просто невозможно. Указывают начальную конечную точку и между ними ведут прямую линию. Все, это называется азимум. А летят что? Подождите, а когда самолет проваливается, как это учесть? Он летит, летит, потом я опа, вы ни разу не опускались, я много опускался, я на боевых летал самолетах. Он летит, летит, потом ох, и провал, вот так вот все поднимает. Кто это плотность воздуха меньше получается? Конечно, конечно, а плотность воздуха может описывать плотность, вот теперь я вам почему, она может описывать и плотность земли, то есть понятно, да? Я еще раз вам говорю, вы сделайте простейший опыт, возьмите маленький пропеллер, маленький, налейте до воды и на расстоянии держите, чтобы пропеллер не касался воды, и вы увидите, что вот сначала верхушечка там начинает крутиться, потом еще, 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 а потом вся вода закручивается по пропеллеру. Все зависит от того, какое взаимодействие вы рассматриваете. Хорошо. Есть такая вещь, как механический гироскоп. Очень очень. В учебнике по физике написано однозначно, что когда гироскоп находится в заведенном положении, то на него действуют все силы минимально. На него действуют все силы так же, как и есть, но у него есть одно свойство. Сопротивление. Сопротивление этим силам. Свойства нет. Это гироскопа, когда он вращается в одной плоскости, тогда его раскрутили. И написано оборотов. Ну и с чем вы это объясните? Я вот что хотел сказать дальше. И написано такое, что он, находясь на земле, не участвует во вращении земли. То есть его ось сохраняет свое положение относительно той позиции. И в космосе тоже он находится в том положении, в котором его запустили. И написано так, что наблюдатель должен видеть отклонение гироскопа, так как земля вращается, а гироскоп остается в своем первоначальном положении. Что возражает? Я против этого возражал? Нет. Мало чего, я с гироскопами занимался. Вот, Юрий Степанович, хочу договорить просто. Дело в том, что многочисленные опыты показывают, подключают гироскоп к источнику питания, чтобы он не останавливался, не отклоняется ось. Хоть сколько, час, два, шесть часов, двенадцать часов, никакого отклонения нет. Проведено множество сотни опытов, это как объяснить. Вы понимаете, чего вы даже не знаете? Все ракеты летают с учетом гироскопа, это точка отсчета. Юрий Степанович, я прекрасно понимаю, конкретно заданный вопрос, конкретно заданный вопрос, конкретный ответ. Почему опыты показывают, гироскоп не отклоняется ось гироскопа? А почему он должен отклоняться-то? Вот главное... Я только что сказал, что ось гироскопа не участвует в вращении Земли, и наблюдатель, находясь на Земле, должен видеть отклонение оси гироскопа. Еще раз, это вот опять, если тебе это внушили, ну, ты вот и не можешь решить эту задачку. Что значит, что это? Вот послушай теперь. Значит, вопрос заключается в следующем. когда мы раскручиваем какую-то плоскость, и мы даже знаем, что если волчок, обычный волчок, раскрутить и поддерживать его вращение, он тоже, и вот мы еще раньше в детстве были, от часиков эти крутили, маятниковые колесики, они долго-долго крутятся. Первый, главный вопрос. с контактной точкой с землей, точка, не плоскость, а точка контакта. То есть, там обязательно должно быть вот такая штука. То есть, чем меньше, еще лучше иголку делают, самая тоненькая. Вот. У нее нет контакта с землей. А когда они, ну, практически нету один контакт, а когда она, плоскость, начинает раскручиваться, а вот теперь надо знать свойства электрического поля или электровещества. Каждая вращающая структура вырабатывает постоянный электрический ток и создает свое независимое электрическое поле. Поэтому оно никуда не отклоняется. И все проблемы. Нет, то есть, получается, он, то есть, вы только что сейчас своими словами нарушили закон физики. То есть, гироскоп... Я их все нарушил. Нет, дело в том, что, получается, по вашим словам, гироскоп отклоняет свою ось. То есть, это на самом деле ерунда. Я так не сказал. Вы видишь? Нет, подождите, Юрий Степанович. Он должен сохранять свою ось. А если земля вращается... Он сохраняет, я же тебе об этом говорю. Если земля вращается, и мы находимся возле гироскопа, и ось при этом не отклоняется, значит, она отклоняется. То есть, это как объяснить? Еще раз. Значит, никакого отклонения оси превращения, а его самые хорошие гироскопы за 30 тысяч оборотов, самые стояные, 30-40 тысяч оборотов в секунду, в минуту. они крутятся, и они создают вокруг себя, еще раз объясняю, собственное электрическое поле, которое разрывает контакт с землей. Так вот, о том и речь. Ну, а при чем тут все остальное? Он и не будет изменять, как его запустили. Двигаемся с землей, Юрий Степанович. Мы двигаемся вместе с землей, когда она вращается? Двигаемся? Да. Так и гироскоп, который... А он нет. в земле. Ну, так он-то стоит на точке в земле. Понятно. Но он-то прикасается к земле, которая вращается. Что-то останется. Для нас-то... Еще раз. Юрий Степанович, как вам объяснить? То есть, мы движемся, а гироскоп остается. Для нас должна... Вот видите, он тоже движется, но он не изменяет вертикального состояния. Вы что-то путаете. Поэтому для нас она должна отклоняться визуально, хотя этого не происходит, потому что мы движемся с землей. Я не понимаю. Я для вас, вот вы сами себя опровергайте, для вас она должна склоняться, а она не склоняется. Значит, в чем вопрос-то? Что она устойчива. Юрий Степанович, вот потом потом и речь, что она понятна, но видимость для нас должна отклоняться, потому что ось сохраняется, а мы движемся. И поэтому нам кажется, что гироскоп отклоняется, но при этом он на самом деле никуда не отклоняется, он остается в своем положении. Мы-то движемся с землей. Значит, вот я вам рекомендую сходить вот у нас, а вы же не сможете, есть у нас такой педагогический институт, и там такой же фокусник, как и вы, он показывает еще более интересную штучку. Он раскручивает волчок, а он у него хитрый, и когда запускает, его и смотрят. Получается, что вот верхняя часть его переходит в нижнюю. При вращении глаза не видят этого, они говорят, как же так, этого не должно быть. А когда он останавливается, он стоит на своем месте. То есть вопрос в этом и заключается. Мистика, о которой вы говорите, есть естественный процесс создания электрического поля с его локальными изменениями, и люди видят, как будто у него даже вот это вот верхняя часть пошла, 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 пошла на низ, и как будто он даже перевернулся, а он не переворачивается. Поэтому и никогда не проверив до конца, я к нему подошел и говорю, вот вообще тебе честно, если скажу, тебе не стыдно людей обманывать? Ну, это интересная игрушка. Она привлекает, около нее все стоят и смотрят. Я говорю, ну тебе совесть у тебя есть, что ты людей обманываешь? А он говорит, вот угадайте, что там произошло. Вот такие чудеса творят. И вот вы хотите, чтобы я тоже, я всегда очень внимательно смотрю, и вот этот гироскоп у него своеобразный, он у него как раз сделан так, что создается впечатление, что даже вещество с него сползает и переворачивается на низ. Вот о чем идет разговор. А вы пытаетесь, еще раз подчеркиваю, свое видение привязать к закону. Эксперимент должен показать, что там стало этого, как я ему говорю, ну покажи, что там вес стал больше. Нет, не стал, я хочу, что тогда врешь. У меня вот в двух словах, да, но у меня в двух словах только одно, вот почему за сколько лет, 61-го года нету ни одного видео из космоса, никто так и не заснял нашу планету, все, что мы видим, либо компьютерная графика, либо макеты. Ты меня не утомляй, я не знаю, куда ты смотришь, я тысячи раз видел нашу планету из космоса, я не понимаю, у вас вопрос не по существу, ну научитесь смотреть, эти ролики смотрите. Так тоже компьютерная графика, любой специалист скажет, что это... Вы компьютер, подождите, я уж не буду дальше, вы компьютер запрашивали, снимки земли с этих, со спутников и с этой... Ну это... Юрий Степанович, Юрий Степанович, я вот о чем говорю, вот, мы движемся, гироскоп сохраняет свою ось, но для нас она отклоняется, вот о чем я говорил, сейчас, сейчас, вот, вот не просто посмотрите, о чем я говорю, то есть мы движемся землей, но ось гироскопа остается неподвижен, но визуально для нас она отклоняется. Не, вот, ну, я вам только что об этом сказал, но этого не происходит. Еще раз, это у вас видение в глазах, но это не факт. То есть это как, это... У меня есть как бы даже еще 50-х годов советские фильмы физически научные, где об этом говорится четко. Значит, вот смотрите, почему, я еще раз вам объясняю, почему в ракетах стоят гироскопы? Потому что они ориентированы только на планету, на эту, полярную звезду. И как только этот, с полярной звезды отклоняется, дается команда одним или там этим поршневым или ходовым двигателем скорректироваться. И вот все время это происходит. Потому что он стоит во всем, я же тебе и сказал, и в космосе, и на Земле. У него свое электрическое поле. Ну, я понимаю, что такое электрическое поле. И существует не просто электрическое поле. То есть это не то, что какой-то выдуманный закон, это опытами подтверждалось людьми. То есть это реально работать должно, что гироскоп сохраняет положение. Понимаете? Еще раз объясняю. Если бы он не сохранял, его бы в ракетной технике не применяли. Ну, я не понимаю, что ты споришь. Я тебе говорю, что гироскопы являются отправным прибором для корректировки ракет по цели. И она, его запустили в плоскость, этом, с осью по направлению к полярной звезде. И он крутится так и никогда не изменяется. А если что-то выходит, там и делает скорректировку двигателем, чтобы он опять упал. Юрий Степанович, с корректировкой на полярную звезду, да? Да. Ориентация на полярную. По теории плоской земли это центр. То есть от этого центра она пляшет. По теории плоской земли мне не надо. Вот. А если земля вращается, ракета летит с гироскопом, гироскоп ее держит, ее просто получится как все равно что... Ну, неужели ты не понял? Не зависит он от земли? Ну, сколько тебе раз говорить можно? Вы абсолютно правы. Ну, и шарообразная земля тоже теория. Не написано, что это аксиома. Нет, а вот тянет, тянет. Я понял, что не зависит. Ну, правильно, есть теория взрыва, теория шарообразной земли. Просто за то, что я вам говорю, что это получается... Это все лишь теория, предположения. Никто никогда не видел. Какого взрыва? Вот я работал, служил в ВДВ, я там много раз взрывал. Может быть, ты об этом взрыве говоришь? Не, не, то сказки, я знаю. Я имею в виду, что теория, даже есть кругосветное путешествие. Да, да, да. Но то все сказки. То говорят астрономы и физики. Да, да, да. А еще раз, они могут много раз говорить так же, как говорят сегодняшние эти исследователи над Пайдров. Ну, ну, хорошо, хорошо, как бы, допустим, самолет опять раз заговорили, возьмем. Перед тем, как взлететь, на относительно ровном месте заводит гироскоп, чтобы самолет летел строго параллельно плоскости земли, скажем так. Что я вам сказал? Он изначально ориентирован на полярную звезду. Ну, что же вы... Все, у него точка отправления полярная звезда. Выводит ракету туда, куда надо. И тогда маршрут корректируется, чтобы эта полярная звезда была на оси. И он летит куда хочешь, но ракета движется, она меняет направление, чтобы этот угол всегда совпадал. Ракета смотрит, в какую сторону гироскопа, и она знает, где она находится, потому как гироскоп в отношении получается корпуса ракеты. В авиастроении и в морских гироскопах гироскоп ориентируют параллельно плоскости Земли. Это никакая там не полярная звезда, это абсолютно точная информация. Чтобы он сохранял положение. Вот если бы вы мне сказали экваториальной плоскости, я бы вас понял. Ну, когда вы говорите относительно плоскости Земли, то вы думаете, что вы говорите, если мы разрежем нашу Землю условно по экватору, то мы получим тот круг плоский, о котором вы говорите. Вы хотите считать, что внизу и вверху там тоже есть? Ну, это проблема головы, я называю вас. В чем я говорю, то есть, это не то, что плоскость Земли, что она вся ровная, как блин, а относительно того места, где сейчас находится самолет, он заводится гироскоп до взлета, то есть, относительно того ровного места, где он находится, то есть, это точка отсчета, это ровность, это вот там. Никакой, вот давай так, никакой ровности на планете Земли нет. Я это говорю, даже вот, чтобы вы понимали, от чего трение в материалах? Потому что даже полированных, ну там, суперфинишированных, существует микронеровности, и они создают электрическую концентрацию, электрические полей, как пирамиды. И это является эффектом трения. Что это значит? Каждая вершинка создает свое электрическое поле. И когда они движутся одно по другой, то они вырабатывают электрический постоянный ток. Механики, они этого не понимают. И вы тоже не хотите это понять. Да мы понимаем. Любое электровещество не имеет никогда плоскости. Хорошо. Даже в этом участке. Не в этом сейчас дело. Просто я в силу своей деятельности, когда я занимаюсь тоже исследованиями, разговаривал с пилотами не только военной авиации, но и гражданской авиации. Дело в том, что они в процессе полета вообще не подруливают. Если земля бы постоянно закруглялась, это надо было через каждые пять минут опускать нос самолета вниз. Ну, совсем герой. Ты хоть раз-то рисовал схему полета самолета? Конечно. сам. Ну, так и посмотри, самолет летит по радиусу. И у него два момента взлет и посадка. У меня в лекциях этот раз пять есть, я показывал, как самолет летит. Самолет автоматом летит по радиусу заложенному ему. По радиусу. Вот так, если там гироскоп стоит, как он летит? Слушай внимательно. А когда ему нужно садиться, он уходит с этого и тормозит. И все. А на взлете он делает наоборот. Он затрачивает силы, чтобы выйти на этот радиус и по радиусу летит. Ему ничего не надо исправлять. Какие у вас летчики? Бараны, что ли? Ну, как не надо исправлять? Там стоит гироскоп. Нет, он и держит этот радиус. Относительно чего тогда он держит этот радиус? Объясняю тебе. Если его зафиксировали на плотность это, на поверхность Земли, значит, он будет держать по поверхности Земли этот радиус. Если его ориентировали на эту, на полярную звезду, он будет ориентирован на полярную звезду. Куда сориентируешь? То есть, закладывается программа. Ну, неужели непонятно? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok